Мне очень важно уйти отсюда с каким-то вашим поручением, которое продвинет нас вперед. Я хотел бы, чтобы вы в таком свободном режиме сказали, что нужно для того, чтобы вы, ну, как минимум, как Север сказал, двигались теми же темпами, что последние два года. Декрет – это не столько я, сколько вы. Мы в свое время рискнули и начали создавать этот парк. Вот тогда был более героический шаг, нежели тот декрет, о котором мы сегодня говорим. Это действительно вы, потому что мир в этом направлении начал двигаться. Все поняли, что без IT нельзя, отстанем. Мы – страна, не избалованная углеводородами. Я это понимал, и нужно было развивать государство и уходить в какую-то сферу. Уходить в какую-то сферу, чтобы обеспечить независимость в стране, которая живет в прекрасном и очень опасном месте, в центре Европы. Поэтому надо быть очень аккуратными и очень осторожными в своих поступках, в своей политике, особенно если ты отвечаешь за миллионы людей. Изучались разные варианты, что меня сподвигло на эти решительные действия. Мы так робко как-то шли. Как-то ко мне приехали разные представители, руководители компаний, в основном американские. Мы попросились, чтобы я их принял. Ну и то, что я часто говорю, один из американцев очень продвинутой компании. Он говорит, знаете, у нас среди айтишников американских говорят так. Если ты хочешь что-то сделать, поезжай там в Европу. Если ты хочешь что-то сделать очень сложное, поезжай в Индию, в вашей сфере айти. Но если ты хочешь сделать что-то невероятное, поезжай в Беларусь. Там есть люди, которые могут создать это невероятное. У меня масса проблем было, но я тогда лишний раз очень серьезно задумался. Наверное, в этом что-то есть, коль миллиардеры, крупные магнаты, богатые люди так это оценивают. И вот потихоньку мы двигались к этому. Ну а потом вы настойчиво пришло время, начали требовать от меня, от государства, каких-то разительных шагов по развитию нашего парка высоких технологий и вообще айти-сферы. Думаю, мы ничего не потеряем. Ну пролетим где-то, не получится, ничего не получим. Для имиджа государства не очень, но переживем. Мы не это переживали. А если получится, то будем что-то иметь. Вот такая логика была. Я подписал те документы, которые вы выработали вместе со специалистами. И везде, везде сегодня нужны ваши мозги и ваши разработки. Они нам помогают в реальном секторе экономики. Как бы там ни было, согласитесь, без этого реального сектора экономики нам в этой не то реальной, не то виртуальной действительности прожить будет очень сложно. Это надо четко понимать и представлять. И я это понимаю. Продолжение следует...